Комсомольская федерация 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 В соответствии со статей 25 уставов муниципального образования города Комсомольска-Намури Александр Викторович Жорник приносит присягу. Клянусь при осуществлении полномочий главы муниципального образования соблюдать Конституцию Российской Федерации, законы Российской Федерации. Устав муниципального образования защищать интересы населения городского округа, права и свободы, человека и гражданина. В соответствии с уставом муниципального образования города Комсомольска-Намури Александру Викторовичу Жорнику вручается удостоверение и должностной знак главы города. Удостоверение и должностной знак главы города вручает председатель комиссии городского округа города Комсомольска-Намури Иван Иванович Казаря. Уважаемые участники церемонии, в соответствии с уставом муниципального образования города Комсомольска-Намури, Александр Викторович Жорник вступил в должность главы города Комсомольска-Намури. Слово для поздравления предоставляется губернатору Коваровского края Сергею Ивановичу Фургалу. Уважаемый Александр Викторович, в первых словах, конечно же, хочу поздравить вас в поступлении в должность главы города Комсомольска-Намури. На самом деле не знаю, или поздравлять, или позачиваться. Комсомольска-Намчане вам показали огромное доверие. Это большая ответственность. Времени на то, чтобы рассуждать, больше нет. Теперь необходимо приступать к работе. Пик поводка в городе Комсомольска-Намури пройден. Теперь предстоит очень серьезная работа по восстановлению города. А кроме того, предстоит еще и огромная работа по выполнению тех напопленных проблем и работы, которые сегодня есть в Комсомольске-Намури. Все это перечислять, конечно же, можно очень долго. Но я не буду этого сейчас делать. Прежде всего, вы сделали осознанный шаг. Понимаете, что в случае, если вас выберут, а слово «осознанный» я подобрал специально, именно понимаете, что если вас выберут, вам и только вам, совместно же, конечно, и с депутатами, и с общественностью, и с руководителями города, но ответственность ляжет на вас за все те проблемы и все те задачи, которые стоят перед городом. Еще раз повторю, предстоит огромная работа. Первое. Нужно оздоровить финансы, навести порядок в системе ЖКХ, усилить контроль за качеством дорог. Конечно, одному к этой задаче будет жить сложно. Уверен, что свою лепту в данную работу несут и вновь избранные депутаты. Со своей стороны, гарантирую, что правительство Хабаровского края, губернатор, будет окаживать всяческое содействие и помощь в решении всех проблем, которые стоят сегодня перед концом острова. Если город будет развиваться, если будут работать предприятия, если людям будет куда сходить, молодежи где посидеть вечером, то, я уверен, у нас прекратится отток населения. Уважаемый Александр Викторович, вручая вам ответственный адрес, хочу пожелать, прежде всего, поддержки населения города Комсомольца на Амуре, поддержки со стороны депутатского корпуса и просто простой человеческой поддержки со стороны людей. Если будет поддержка и будет воля и желание, у нас все получится, и у вас все получится, и будет все хорошо. И город Комсомольск, который, не зря так называется, займет или вернет свое достойное место по улучшению качества жизни, то, которое по праву должно иметь и надлежать. Этот город – город трудовых людей. Этот город, ну, как бы это правильно сказать, молодой, красивый, добрый, независимый город должен процветать. И я уверен, что взявшись вместе с вами, мы добьемся результата. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 качества, знания проблем родного города будут способствовать эффективному решению задачи социально-экономического развития Комсомольска на Амуре и повышения благосостояния его жизни. Желаю вам плодотворной работы на этом высоком ответственном посту. Ну и хотелось бы еще от себя лично пожелать здоровья, пожелать создать профессиональную команду, которая будет реально работать на благо города и всего доброго. К жителям города Комсомольска на Амуре обращается глава города Комсомольска на Амуре Александр Викторович Жорник. Здравствуйте, друзья. Да, именно так. И всех, кто сейчас в Канзаре, и кто в этот момент торопится с работой домой, и кто продолжает трудиться, кто голосовал за меня, кто поддерживал меня во время избирательной кампании, за что им огромное спасибо, и кто отдал свой голос и другим кандидатам. Друзья, сегодня для меня самый волнительный и ответственный день в жизни. Я понимаю ответственность, которая легла на мои плечи, и всю сложность положения, в котором находится наш город. Хочу так же, чтобы вы все понимали, что власть как самоцель меня не интересует. Интересует результат положительная динамика и реальное улучшение жизни людей. Сегодня я не стану говорить пафосные слова о том, что я не могу больше на столице Дальнего Востока, о городе президентского внимания, не буду позырять поддержку императора. Я уверен, что у нашего города есть еще ресурсы, внутренние неиспользуемые резервы. И есть самое главное – достойные и компетентные специалисты, порядочные и ответственные люди, которые готовы трудиться на влагу города. Они должны стать, то есть, созидательной силой, которая остановит разрушительные тенденции и запустит процессы развития. Пусть с сегодняшнего дня наш город станет городом нашего с вами внимания. Внимание власти, внимание общественных организаций, политических партий. Не буду утомлять вас долгими речами. Скажу только вот что. Любое трудное дело поначалу кажется невероятно сложным. Но стоит лишь только приложить голову и руки, как все становится немножечко проще. И решить все это можем совместными усилиями. Конечно, мы будем строить конструктивные отношения с Москвой и с Хабаровсками. Но мы будем рассчитывать на их поддержку. Но этот процесс пойдет быстрее, если и краевая федеральная власть увидит, что мы не сидим сложа руки и ожидаем того самого Барина, который приедет в нас и рассудит. А сами интенсивно работаем и добиваемся конкретных результатов, которые в первую очередь нужны нам, комсомольчанам. Уверен, нам это поселило. Спасибо за внимание. В связи с избранием главы города Комсомольска на Амуре в адрес Александра Викторовича Жорника поступила правительственная телеграмма от руководителя фракции ЛДПР Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Владимира Вольфовича Жириновского. Уважаемый Александр Викторович от депутатов фракции ЛДПР Государственной Думы. Я от себя лично поздравляю вас с избранием главы города Комсомольска на Амуре. С этого момента, опираясь на ваши новые возможности, ЛДПР будет развивать свой успех и добиваться широкого доверия патриотически настроенных граждан России. Наша задача реально улучшить жизнь народа нашей великой Родины и жителей города Комсомольска на Амуре. Желаю вам крепкого здоровья и удачи в профессиональной деятельности. Поздравительные телеграммы пришли от Союза малых городов Российской Федерации, Евразийского регионального отделения Всевышленной организации «Объединенные города и местные власти», Хабаровского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Малого исследовательного предпринимательства», Министерства социальной защиты населения Хабаровского края, Администрации Иванинского муниципального района. От всей души желаю вам успешной реализации ваших планов, терпения и управленческой мудрости, крепкого здоровья и удачи во всех начинаниях, направленных на улучшение качества жизни жителей города Комсомольска на Амуре. Уважаемые комсомольчане и гости города! По случаю выступления Александра Викторовича Жорникова в должность главы города Комсомольска на Амуре вас пришли поздравить лучшие творческие коллективы города! Александр Викторовича Жорникова Комсомольска Субтитры подогнали Симон. 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 Симон.